всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня приготовлю чрезвычайно простые пирожки со странным наименованием калитки блюдо это родом с русского севера и финского юга то есть это ареал проживания вепсов карелов архангельцев финнов естественно из тех краев она мало-помалу расползлось расширился так сказать ареал не суть важно название калитки происходит от старорусского калита то есть кошелек помните по фильму наверняка это такой и мешочек кожаный или матерчатый который стягивается как у горловины вот и калитки делают такому же принципу разве что стягивают едва-едва то есть калитка это раскрытый кошелек готовится не из пресного теста на ржаной муке либо на ржаной с добавлением пшеничной что особенно приятно тесто такое делается чрезвычайно просто даже если вы полный ноль в кулинарии вы в первый раз вышли на кухню вообще своей жизни даже и не обедали никогда на ней то ошибиться с приготовлением такого теста вас просто нет никаких шансов начинки могут быть самые разные как правило это какие-то крупяные ячневые пшеные там рисовые бывает картофельные нет как раз больше всего нравится картофельная либо картофельная с рыбой так надо почистить и сварить для пюре варить конечно подсоленной воде варится и 5 минут 15-17 у меня есть время приготовить тесто еще заняться своими делами размягченное сливочное масло жирная сметана это важно жирная да здесь мне 30 процентов ржаная мука пшеничная соль чайная ложка без горки и маленькое отступление от классики если прямо сейчас таком составе продуктов тесто замесить то она будет классическая но чрезвычайно жесткая а в остывшем виде вообще какой жесткий упаковочный картон и собственно поэтому после выпечки обильно смазывают маслом чтобы хоть немного размягчить я добавляю чайную ложку без горки разрыхлителя не пищевой соды а именно разрыхлитель для теста в результате она по вкусу останется таким же абсолютно как классическая а вот консистенция готова изменится вы такое более рассыпчатые что ли как бы слегка песочная месить долго не надо до однородности смешал тесто уплотнилось и все даже в самом ленивом темпе замешивания вам хватит 4 край 5 минут указанного ролика количество продуктов достаточно на 8 9 калиток все ждем когда картошка сварится пюре не стоит делать чересчур жидким что касается рыбы ее можно набрать какую угодно я взял кусочек трески и кусочек лосося совсем маленький кусочек причем только для красоты ну чтобы яркости готовой калитки добавить бумагу не в рулоне чтобы она не скручивалась вот так вот на противне я надо смять разровнять и расстелить никакого скручивания профит раскатывать удобнее на бумаге тесто и ржаной муки трескается и рвется поэтому ровный кружочек мне при всем моем старании не раскатать что воспользуюсь вспомогательным инструментом блюдце у меня все великоваты а вот этот фиговина в самый раз мне удобнее сначала защипать края а потом уже выкладывать начинку а выделать как вам удобнее и то же самое для всех остальных калиток все остается выложите рыбу на калитке и отправить их в печь кстати печь уже пора греть 200 градусов верхний нижний нагрев парочку калиток оставлю без рыбы но смажу их поверхность сметаной все отправляю в моей духовке это займет 22 24 минуты вы ориентируетесь на свою духовку и на внешний вид калиток все готово они немного остыли можно пробовать кстати калитки с тестом в которой добавлен разрыхлитель прекрасно даже в остывшем виде с классическим тестом тестом без разрыхлителя в остывшем виде тесто настолько твердый плотный как картон упаковочный на это вот смотрите видите отламывается и очень легко крошится вот за это мне и нравится добавление разрыхлителя так пробуем классно просто классно в принципе сочетание вкусов совершенно классическое картошка рыба тесто но тесто здесь ржаное это не как бородинский и за счет того что я добавил разрыхлитель и добавил жирную сметану она кружится оно такое слегка песочное похоже тесто получается в в былише например татарский пирог если не видели вот ссылочку повешу в описании короче это классная штука и посмотрите какое оно просто классно еще момент форма у калиток бывает разная круглая четырехугольные пятиугольные даже семиугольные бывает на бывают овальные такие вытянутые разнообразие на форм безумные но у всех есть вот такие вот защипы и именно за счет таких защипов вот за счет вот этой собранности за счет похожести на раскрытый кошель они называются как раз калитки и выбор конечно начинок тоже очень богатый кстати мне еще очень сильно нравится вот такие вот картофельные только когда в картофель добавляется хорошо обжаренный лук я таких калиток не видел с добавлением жареного лука только картофель не видел но это очень классно думаю еще и бекончик обжаренного добавить вообще тоже будет класс короче готовьте пробуйте как видите тесто элементарное делается быстро руками то есть вообще возник никакой готовьте ешьте наслаждайтесь познавайте старо русскую старо финскую старо вебскую кухню и карельскую огромное спасибо за компанию за ваши лайки дизлайки за репосты всем пока дизлайки за репосты всем пока